Повлечённость молодых кадров, ориентирное импортозамещение и удержание достигнутых результатов. Эти и многие другие темы поднял сегодня министр здравоохранения Республики Беларусь Василий Жарко на встрече со студентами и трудовым коллективом Гродненского государственного медицинского университета, куда он прибыл в рамках своего визита. Обсудить хотелось многое, ведь задач у здравоохранения нашей страны на ближайшую перспективу достаточно. Для меня самое главное – это обеспечить доступность и качество оказания медицинской помощи. Сейчас не зима, не сплет заболеваний, поэтому сейчас как раз надо работать с населением в плане профилактики и предупреждения заболеваний, диспансеризации. Вот это основная задача нашей отрасли – выстроить работу первичного звена. Стационары мы уже отладили. Есть немножко шероховатости, но это так незначительно. А вот первичку необходимо отладить. И задача эта стоит, мы так себе в Израиле ставим задачу, чтобы за год вопросы оказания медицинской помощи на амбулаторном звене были отлажены. Сейчас наблюдается динамичное развитие отрасли. Это касается многих факторов. И позитивной тенденции по ряду демографических показателей, и активному импортозамещению. Ежегодно в Беларуси выпускается 80-90 новых наименований лекарств по технологиям зарубежных фирм. Заострил внимание Василий Жарко на важности вливания молодых кадров в медицинскую сферу. На сегодняшний день в нашей стране сделано все, чтобы система здравоохранения не стояла на месте, и медицинская помощь была бесплатной, доступной и качественной. Самое главное, по словам министра, не потерять то, что достигнуто в этой сфере за последние годы. А на сегодняшний день и так результаты есть. Если брать страны по советскому пространству, мы лидеры по оказанию медицинской помощи, по всем показателям. Если брать в масштабах мира, мы тоже в десятке. А по некоторым показателям, таких как материнская, младенческая смертность, мы вообще вверху занимаем лидирующие позиции. О том, что нас признали, свидетельствует тот факт, что 21-22 октября будет министерская конференция. Приедут 53 министра европейской региона к нам в Минск. Это говорит о том, что здравоохранение нашей страны признано. На встрече в медицинском университете Василий Жарко ответил на все интересующие вопросы студентов и преподавателей. В завершении визита министр здравоохранения посетил несколько районных медицинских учреждений Гродничины. Наталья Иванченко, Сергей Печерица. Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова